Доброе утро, дорогие друзья, мне очень приятно вновь приветствовать вас на радио Медиа Метрикс в программе «Бизнес Завтрак». Меня зовут Роман Дусенко, и сегодня у нас будет невероятно интересный разговор, потому что я уже знаю, о чем будет разговор. Мне удалось встретиться с моим спикером за пару дней, и обратили внимание, что я сегодня в черном. Честно говоря, я прям хотел черную рубашку одеть. Дмитрий уже улыбается, и это мой траур по нынешнему HR. В том смысле, в котором мы живем, с точки зрения его отсутствия эффективности как такового, отсутствия понимания, отсутствия глубины, понимания, отсутствия счетоводства, в хорошем смысле этого слова, арифметики и всех остальных вещей, о которых мне хотелось бы сегодня поговорить, и самое главное, в практическом применении. Я с огромным удовольствием приветствую Дмитрия Прохоренко, директора дивизиона HR-сервисов компании «Бездим». Доброе утро. Здравствуйте, Роман. Как-то ты так траурно начал. Мы же должны сгустить с краски. Как-то любая проблема – это еще и возможность. Скажем так, ты просто хотел контрастировать. Я хотел сказать, что никогда не поздно HR-ам начинать сейчас готовиться к тому, что их место заменят роботы. Как мы говорили с Сергеем Митрофаном буквально две недели назад о том, что это будут простые профессии, а я надеюсь, что мы сегодня выведем эффективность. Вообще, мне кажется, понятие эффективности, и ты знаешь, я как-то к нему подошел достаточно императивно, и вот весь год мы разговариваем с HR-директорами на тему эффективности. Нет другого способа, мне кажется, выжить сейчас российской компании, если она неэффективна. Согласен ли ты? Абсолютно согласен. То есть, сразу ухвачусь за идею про роботов и сразу с этим закончим. Потому что про роботов приходится часто комментировать. Роботы, конечно, не заменят HR полностью, но они точно могут сделать работу HR гораздо более осмысленной, осознанной, потому что автоматизировать функции, которые может выполнять робот, оставив человеку все-таки принимать решения, таким образом роботы скорее помогут HR-ам стать современными, ориентированными на бизнес с людьми. Может быть, от этого поменяются и ожидания, и от этой профессии. По поводу эффективности. Конечно, очень, конечно, злободневная тема. То есть, мы чувствуем, ну, я там почти 30 лет занимаюсь HR-ом, и я вижу, как меняется HR. От чего-то абсолютно гуманитарного, абсолютно ценностного, ориентированного только на хорошее и плохое в сторону экономики, в сторону цифр экономики, в сторону эффективности. Я не хочу называть это как бы ориентацией на стратегию, бизнес, скорее на бизнес. То есть, ничего стратегичного, мне кажется, у HR сейчас, ну, просто горизонты короткие очень. Очень сложно строить какие-то программы и проекты с горизонтом больше, чем 3-4 года. Невозможно. В то время как HR-функция все-таки достаточно длительная такая. Поэтому будем называть это просто эффективность и какая-то ориентация на бизнес. Сейчас не ориентироваться на экономику и на бизнес невозможно. И дело не только в расходах, в том, как HR управляет расходами, а скорее в том, как можно управлять персоналом гораздо более качественно. Ты знаешь, я как раз именно об этом хотел сказать. И будучи руководителем многие годы, а потом, а до этого я, мы с тобой коллеги, я тоже был HR-директором. Я видел некое, знаешь, вот когда ты с генеральным директором или с собственником разговариваешь про тему HR, у них вот такое, знаешь, они начинают морщиться. То есть, они понимают, что это надо, а с другой стороны, они понимают, что посчитать, поверить, померить чем-то. Никаких вообще принятых показателей нет. Эффективно, не эффективно. Он сидит, у него такая банда там этих людей, какие-то рекрутеры, какие-то оценщики, какие-то там люди-развивальщики, какой-то там мотивации, остальное. Как, что? Вроде понимаешь, что нельзя без этого, а уже понимание, почему и сколько это стоит, практически невозможно. Я бы хотел перед этим буквально много разогнаться. Ты сказал, 30 лет в HR, это жизнь. Дай какие-то основные характеристики своей карьеры. Как ты вообще попал в HR? Я начинал в сейлс, в продажах. То есть, в начале 90-х, когда закончил институт, повезло поработать в компании, которая создана для молодых людей, Лореаль. Там я начинал свою карьеру и почти 10 лет отработал, и половина этой карьеры была в продажах. А потом в какой-то момент заметили какие-то мои склонности, наверное, к работе с людьми и предложили перейти в HR. Я даже обиделся сначала, я просто не понимал абсолютно, моя парадигма строилась на кадровиках 80-х и 90-х. После такой стажировки я в итоге согласился, и мне, конечно, нисколько не жалею, потому что, наверное, самая динамично меняющаяся функция. Можете сказать, что ты нашел свое призвание. Ну да, да, наверное. Я, конечно, по-другому совсем к этому теперь отношусь. Там, так сказать, повзрослел, вижу и могу, так сказать, ну какая-то наивность ушла, что ли, такая определенная. После этого я работал в разных компаниях, HR-директором, и в Ариале работал, и в МВИДИО работал недолго. Был вице-президентом по HR в МТС, в АФК-системе, и периодически чередовал эти роли с какими-то консалтинговыми ролями, консалтинговыми проектами. Экзактив, например, или там собственный бизнес в консультировании вокруг организации и иерархии. Это же в целом развивает тебя как гармоничного человека со всех сторон. Ты понимаешь, что как везде работает. Помогает? Мне далеко до этого, наверное, до гармонии какой-то, но точно абсолютно это расширяет кругозор, конечно, потому что я имею, мне кажется, люди с таким опытом, они имеют разное представление о том, чего должен делать HR, как функция, как бизнес, в принципе, как он ориентируется на бизнес. Потому что приходилось работать с разными секторами и клиентами, и как бы и сам был клиентом для таких умных консультантов. Поэтому здорово. И сейчас, конечно, то, что мы делаем сейчас в IBS, это абсолютно какой-то прорыв, что ли. Почему IBS вдруг стала проводником каких-то новейших HR тенденций? Ну, во-первых, потому что, да, IBS, для тех, кто, может быть, не до конца знает рынок IT, технологии IBS, это один из крупнейших системных интеграторов. Компания, которая скоро исполнится 25 лет, вот мы будем отмечать летом 25 лет. Компания, которая исторически зарабатывала деньги и продолжает зарабатывать их на продаже инфраструктуры и приложений. В основном крупным клиентам. Компания с замечательной культурой, которая умеет хорошо работать с людьми. И во многом история моего прихода в IBS связана с тем, что акционеры и менеджмент компании очень сильно вовлечены в HR вопрос исторически. И вот почему мы решили заняться тем, что мы делаем в HR, очень просто. От автоматизации, эпоха которой не то чтобы завершилась, она перешла в некую новую ипостась, мы пытаемся… Какие критерии, кстати, этой эпохи? Две-три? Ну, закончилась эпоха просто каких-то ERP-систем, таких комплексных платформ. На мой взгляд, мир гораздо более сложнее, особенно я про HR говорю, я меньше понимаю другие решения. В принципе, сейчас недостаточно иметь просто одну хорошую дорогую платформу. Она не решает проблем, особенно если вы работаете в такой прогрессивной компании, которая является трендсеттером. Существует огромное количество интересных решений, которые приходится интегрировать. К этой платформе уже, да? Да, и в зависимости от того, какую модель талантов вы используете, этот стэк может быть абсолютно разный. И это очень нетривиальная история, потому что в том числе и законодательно, потому что появилось несколько законов, которые уже применяются сейчас, которые немножко затрудняют использование какого-то количества этих технологий. Вот, поэтому, наверное, сейчас это меньше про учет, такой автоматизация для учета, скорее автоматизация для процесса, для управления процессами и для данных, самое главное. Помнишь фильм «Назад в будущее», когда этот профессор, у него был такой кабинет, он приоткрывал дверь, оттуда и шел паром, был в белом халате. Я очень люблю это. Да, и там вот это вот, знаешь, ты заходишь, да и понимаешь, что это оказывается в будущем. Вот представь, мы сейчас открываем вот эту дверь в АБС, что там происходит с точки зрения таких крупных мозгов, какие технологии формируются будущего у вас уже там? Да, это очень динамично. Во-первых, есть и будут развиваться технологии, связанные с удешевлением процесса. То есть, стремлится к нулю. HR должен быть дешевым. Да, совершенно верно. Хороший HR не обязательно должен быть дорогим. О, круто. Дело в том, что порядка 70% трудозатрат, которые в HR сейчас в крупных компаниях происходят, они происходят в процессах или подпроцессах, что ли, которые никакой добавочной стоимости, добавленной стоимости компании не приносит. Например? Это кадровое дело производства, это расчет заработной платы как процесс. Это вообще бэк-офисные функции. Это обслуживание каких-то запросов, таких базовых запросов сотрудников. Справки там какие-то еще. Совершенно верно. Холдеск. Это у всех должно работать хорошо, самое главное дешево. Ну и самое главное, наверное, с учетом того, что все-таки за всем этим стоит клиент, потребитель, я имею в виду сотрудник или его руководитель. И нужно делать это с хорошим опытом для них, но при этом максимально удешевлять. 70% трудозатраты там много. Ты знаешь, я еще вспоминаю книгу «Бизнес со скоростью мысли» Билл Гейтса. Я ее прочитал в начале 90-х. И вот когда он сел, говорит, слушайте, я посмотрю, сколько у нас бумаг. Давайте-ка сделаем все просто, чтобы человек просто сделал один запрос и получил. Он думал об этом тогда. Сейчас до сих пор во многих кадровых службах, даже крупных компаний, там тетя какая-то, тебе будет какую-то справочку выписывать. Ну, сейчас все это уходит в плоскость, многие компании, кстати, это делают уже в России, это уходит в плоскость каких-то селф-сервисов, то есть таких киосков или порталов самообслуживания, где люди заказывают себе какую-то услугу и часто очень это автоматизировано. Это выгрузка справок, шильдиков, этих всех расчетных листков, какие-то другие запросы, выписки, справки и так далее. Все это достаточно легко, ну, нелегко. Систематизировать, да? Это можно систематизировать, это хорошо автоматизируется, поэтому здесь, наверное, это уже не прорыв. То есть мы отрезаем вот этот вот кусок бэк-офисных функций, что остается? Остается, а дальше остаются интересные вещи, они в основном связаны с управлением уже, с технологиями управления персоналом, действительно управления ресурсами и капиталом человеческим. Это, конечно, огромное количество таких технологий появляется в найме. Я, по-моему, интересовал мне этот квадрат, треугольник, вот это уже мы начинаем туда заходить, в глубину, да? Ну да, но давайте честно, самый критичный процесс, наверное. Найм. Это найм, особенно в условиях растущих компаний или растущих экономик, ну, или просто экономик, которые меняют какое-то свое быстрое такое состояние. Конечно, привлечение людей, правильных людей, это самая горячая тема. Она чаще всего, она страдает, из-за нее бьют по голове. Вот, и неважно, крупная это компания или не очень крупная. Можно я задам один уточняющий вопрос? Ты знаешь, вот, говоря о найме, нельзя же весь найм обозвать одним наймом. Ведь система найма, культура найма, да и то, как нанимают, для чего нанимают, это же у разных компаний разные, их как-то, наверное, тоже можно систематизировать. Ну, да, несомненно, есть, конечно, есть истории, связанные с, это от уровня зависит, от уровня позиций, на мой взгляд, все-таки, ну, мне кажется, останутся и долго будут оставаться и популярны услуги executive search consultant. То есть, продолжать будут жить еще эти ребята? Да, мне кажется, что тут мало что изменится, потому что здесь очень много, очень много решений связано на, ну, завязано на человеческом факторе, да, то есть, и, конечно, машина не всегда поможет эти проблемы решить. Вернее, точно не поможет. Поэтому, наверное, индустрия executive search, поиска руководителей, там, высшего уровня и, может быть, middle-up, вот, как бы, up и middle, да, это будет, это будет достаточно долго существовать. Друзья Headhunter могут спать спокойно. Да, ну, может быть, да, может быть, они будут больше опираться не на собственное, только субъективное мнение, а, скорее, использовать, там, технологии оценки, вот, может быть, как бы, фит, то есть, соответствие человека уровню позиции. Это тоже можно как-то подтверждать какими-то технологиями, оценками, но, конечно, самый интересный пласт, чем АБС занимается, это, собственно говоря, очень крупные процессы, это массовый подбор. Как это, значит, массовый подбор в будущем? Да, ну, во-первых, очень сильно роботизирован и очень сильно CRM-система, то есть, как бы, общение с кандидатами. Где человек вообще может появиться? Или будет ли вообще человек? Откуда угодно. Люди находятся, современный кандидат находится везде. Нет, я имею в виду изнутри, человек, общение с кандидатом, у него вообще будет или мы всё роботизируем там? Нет, нет, не всё, конечно, но какие-то этапы, наиболее трудозатратные этапы наполнения в этой воронке, такого массового подбора, это, конечно, будет роботизировано. Контекстная реклама, цифровые каналы привлечения, плюс отбор, первичный отбор, всё это будет делать роботизирование. Правильно я понимаю, что для машины нет никаких ограничений, сколько ей надо подобрать людей в день. То есть, она миллионами может их подобрать. Машина не устает и чаще всего не ошибается. И действительно, это работает, да? Да, я приведу пример, когда мы, у нас есть очень крупный рекрутинговый центр, который обслуживает несколько наших крупных клиентов в части массового подбора. И когда людям нужно спать, и они уходят спать, робот продолжает работать. И любой кандидат, который решил позвонить во внерабочее время, мы не просим людей ночью работать, мы не просим наших людей ночью работать. Для этого есть другие средства. Например, человек, позвонивший нам в колл-центр, в наш рекрутинговый колл-центр, он, в принципе, робот может его довести до интервью. То есть, получит полный сервис даже ночью. Да. Ему, конечно, перезвонят, чтобы потом убедиться, что он правильный кандидат. Не всё робот может оценить, но проинформировать о вакансии, подобрать вакансию и даже договориться заранее о встрече для интервью, это робот может сделать в отсутствии человека. Дмитрий, я услышал такое слово, рекрутинговый центр у нас. Это как это вообще? Это что? Это центры этих компаний расположены у вас в компании? Да, мы два года назад запустили это новое направление сервисов, и мы берём в аутсорсинг, в собственное управление, несколько критических в HR процессах. И не страшно было директорам тех компаний отдавать? Ну, наверное, страшно. Наверное, страшно, и не сразу всё это получилось. Всё-таки потребуется какое-то время, чтобы поставить это всё на крыло. Но, с другой стороны, если есть проблемы, которые клиент решить не может, в принципе, в какой-то момент можно поручить компании, которая вызывает доверие, сделать это. И, наверное, это получилось. Не только массовый найм, мы делаем и кадровое делопроизводство, и сервисы сотрудникам в более широком смысле. И делаем это не только удешевляя труд людей, то есть перенося эти центры в регионы, а скорее используя очень современный стэк, набор технологий. И эти технологии касаются как бэк-офиса, то есть воркфлоу-системы, системы управления бизнес-процессами, так и роботы, которые имитируют действия людей, работая с системами. Так и фронтовые технологии, это порталы, это мобильные приложения, которые позволяют получать правильный сервис и оценивать его качество самому потребителю этой услуги. Поэтому, да, у нас есть очень крупный центр сейчас в Пензе, там работает больше 600 человек сейчас, и у нас есть порядка 5-7 клиентов, 7 клиентов сейчас уже, наверное, пока мы говорим, которые используют нас для сервиса, не для консалтинга. Хотя консалтинг мы продолжаем делать, и он лежит в части как раз работы с данными, работы с приведением в порядок системы данных в HR, я имею в виду. Ты знаешь, я вот о чем вспоминаю. Будучи, когда мы заказывали какой-то сервис у любой IT-компании, всегда возникала проблема написать ТЗ, и там недальновидные руководители, они отдавали это самим IT. То есть, ну напишите, вы же лучше знаете, и потом получалось нечто то, что на самом деле никогда не работает. Прежде чем что-то автоматизировать, явно человек или компания должна сама себе разобраться. Меня очень впечатлил тот слайд, который ты мне показывал у себя в офисе, где ты на 4 сектора разделил компании. И когда компания осознает, к какой модели вообще отношения к сотруднику она относится, только тогда возникает понимание правильного выстроенного подбора. Можешь ли ты поделиться, чтобы сегодня наши радиослушатели, которые слушают нас по всей стране, они могли бы для себя что-то взять полезное и подумать, начать делать первые шаги по шагам в будущее? Да, конечно. Ну, во-первых, про модель. Наверное, сложно будет это все вложить в 5-7 минут, если такое время есть, но можно попробовать. Конечно, стратегия нужна, хоть я и сказал, что стратегия – слово ругательное в каком-то смысле в условиях нашей экономики. Но, тем не менее, план на бой и какая-то долгосрочная цель, целевое состояние нужно понимать. И оно может быть очень разным, это целевое состояние. Компания по своим подходам к управлению людьми может проявлять разные паттерны, разный набор процессов для того, чтобы решать задачи бизнеса. Например, компания может производить таланты для рынка, то есть она может работать с выпускниками вузов, например, молодыми специалистами. Это дешевая рабочая сила на входе. Да, и самое главное – быстро обучаемая, которая хочет и может работать продуктивно, не за очень большие деньги. Может, тебе будет легче, если ты эту матрицу для себя как-то нарисуешь, чтобы потом я выложу фотографию. Ну, давай так, дело даже не в матрице, не в том, как это уложено. Тогда я буду слить за твоим ходом. Да, в некую структуру. То есть производят таланты для рынка. Да, есть компании, которые производят таланты для рынка. Соответственно, есть компании, которые скорее приобретают эти таланты. Если вакансии появляются, то для ключевых ролей, то компания скорее выстроила процессы приобретения этих талантов на рынке труда. А вот эти линии, они у нас будут критериями чего? То есть скорости, цене? Ну, да. Если уж совсем матрицу рисовать, то по одной оси у вас будет, по вертикальной оси у вас будет уровень текучести для ключевых позиций. А по второй оси – процент внутренних замещений. Таким образом, эти четыре квазиустойчивых модели, они примерно так и получаются. Наш опыт общения с компаниями, обсуждения с ними этих моделей достаточно легко позволяет утверждать, что компания быстро находит себя и как-то себя позиционирует. Так вот, производители, у них высокая текучесть и высокий процент внутренних замещений. Они готовы отпускать людей, потому что у них есть пайплайн новых людей, которые замещают легко тех, кто выбыл. Какие примеры компании, наиболее всем, чтобы было понятно с рынка? Ну, приведу пример тот, который, наверное, у многих-то в слуху. Вот пресловутый принцип McKinsey – up or out. Это, несомненно, слоган компании, которая является и преследует модель производителя. Расти или уходи, да? Либо ты растешь, либо ты уходишь. Это требует и систем карьерного планирования, и систем найма, и поиска потенциальных людей, и их взращивание. При этом и менеджмент должен хорошо это понимать. И такие компании не боятся потерять людей, потому что эти люди, они признательны компании за такой джамп-старт, за такой трамплин в своей карьере, и они остаются друзьями и после ухода. И компании-потребители, обратная история, их паттерн – это правильно найти, правильно подобрать людей с опытом, встроить их в свою организацию и дальше удерживать максимально, потому что чем дольше эти люди работают, тем лучше. То есть максимальный процент внутренних замещений, да? Наоборот, минимальный процент внутренних замещений и низкий уровень текучести. То есть как только появляются вакансии, их немного, но как только они появляются, легче всего их искать снаружи. Дальше есть такая интересная модель, как самодостаточные мы их называем, это компании, которые нацелены на длительный найм, такой lifetime employment, длительный найм. То есть это компании с какими-то большим фокусом на ценности. История, наверное, на ценности, на лояльность. Компании, как правило, не очень быстро растут, им не нужно исключительно хорошие люди, а скорее стабильные ресурсы. То есть им важно эти ресурсы иметь в достатке, поэтому они взращивают их самостоятельно, но они не любят их отпускать. И большинство, опыт показывает, что общение с собственниками, с SEO, с генеральными директорами компаний, которые долго работают в своих организациях, они предпочитают такую модель. На самом деле они не знают, какая у них модель, но они чувствуют, что она правильная. То есть не отпускать людей на сторону, то есть для себя их растить. Ну и, наконец, четвертая модель, соответственно, с высоким уровнем текучести и низким уровнем внутренних замещений. Это мы их называем трейдеры. Это люди, которые очень рационально, компании, которые очень рационально смотрят на талант. То есть пока он дает ценность, талант остается. Его, как правило, покупают снаружи. Самых лучших, самых производительных менеджеров или сотрудников. При этом, как только человек перестает давать результат или заканчивается проект и работы больше нет, сразу от него освобождаются, чтобы нести этот большой высокий кост, затраты на квалифицированный персонал. Вот эти четыре модели, и они, конечно, очень разные. И они могут иногда и пересекаться, да? Они не пересекаются, но компании могут использовать две модели для разных подразделений, для разных ключевых аудиторий. Это зависит от рынка труда, от ценности, которые в компаниях есть, от того, какие должности создают, какое влияние оказывает на конкурентоспособность компании. Самое главное, нужно понимать, что у каждой такой модели есть свой набор приоритетных процессов, а, соответственно, свой приоритетный набор технологий, которые компании должны использовать, чтобы победить в конкурентной работе. Первым нужно осознать, где ты. Да, нужно понять целевое состояние, куда вы идёте, и поэтому с этого нужно, конечно, начинать. Ещё раз, не стратегия, но скорее понимать, какая твоя модель является целевой и какие являются, какие показатели характеризуют твоё движение в период. Что для тебя наиболее важно, да. Да, совершенно верно. Что важно отслеживать, текучесть, продолжительность периода адаптации или дельта добавленной стоимости сотрудника, её динамика во времени. Вот эти метрики важно HR понимать. Это первое условие. Второе условие, чтобы это всё делать правильно, необходимы данные. Эти данные необходимо собирать уже сейчас. Это вот ровно как, условно говоря, нужно мыть руки перед едой, да, то есть никто не спорит с этим тезисом. Уже давно никто не болеет, но… Набылает исключение. Не болеет, да. То есть, ну, вот там нет чумы, нет больших-больших там эпидемий, но, тем не менее, люди моют руки перед едой. Вот то же самое необходимо делать с данными. С данными нужно начинать работать сейчас. Эти данные, самое главное, они находятся не только в тех системах, которые HR-директора считают собственными. Они находятся во всех практически системах, в которых работают, которым касается человек. Это и CRM-системы, это и логистические системы, системы проектного управления, даже Outlook, в некотором образом, это HR-система. Даже телефон, наверное, если это IP-телефон. Если это IP-телефон, вы можете достаточно легко принимать решения, которые касаются HR, основываясь на данных IP-телефоней. Да, совершенно верно. Я услышал для себя, для ласкающего слова, добавленная стоимость сотрудника. Это как раз ровно то, наверное, что является сердцем нашей сегодняшней программы. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал о своем представлении, что сотрудник – это капитал, это ресурс, который мы на него что-то инвестируем, мы его затрачим. Он должен приносить прибыль, у него должна быть точка безубыточности. Погрузи нас в это состояние, вот в эти графики, чтобы компании понимали, что с ними происходит. Ну, как только у вас появилось какое-то целевое состояние модели, значит, вы относитесь к этому ресурсу, к человеческому ресурсу, как к активу, потому что этим нужно управлять. Расходом или ресурсом, у которого есть только стоимость, управлять несложно. Есть бюджет, есть расход на него, и как-то его нужно экономить, наверное. А как только вы начинаете замерять и изучать тему эффективности и производительности людей, сравнивать их между собой, то получается, что вы относитесь к человеку как к активу. Это означает, что вы можете предпринимать какие-то расходы, которые увеличивают его отдачу. Например, обучение. Пресловутая тема о том, как считать отдачу на обучение. Обучение расход или инвестиция. Разумеется, инвестиция. Разумеется, инвестиция. То есть, если я не беру то обучение, которое касается информирования людей о процессах, политиках и так далее, а то, которое направлено на то, чтобы они выполняли работу качественно, быстрее, лучше и так далее, это, конечно, инвестиции. Потому что за этим, за всем стоит прямой отдельный вклад. Сравнивая между собой непроизводительных, нерезультативных сотрудников и более результативных сотрудников, и анализируя затраты в обучении, которое вы делаете для тех и для других, вы можете достаточно легко провести корреляцию. И вам нет необходимости делать и сравнивать эту добавленную стоимость индивидуально. Вам достаточно, если вы HR-директор, оперировать группами профессий и целевыми аудиториями. И тогда выстраивается очень хорошая картинка. Так вот, если вы имеете такую целевую модель, если вы имеете данные и процессы работы с данными, которые позволяют принимать решения информированно, то ваш ресурс действительно становится капиталом. Ваше качество диалога с руководителем, оно повышается на порядок, потому что вы перестаете оперировать только терминами «хорошо» или «плохо». Это экономика, вы можете доказать, почему вы используете сегодня больше бюджетное обучение, вы можете привести цифры, вы можете аргументировать это. И это не только предиктивная аналитика в отношении того… Это уже, наверное, высший порядок предиктивной аналитики. То есть, появляется некий единый глоссарий в разговоре с бизнесом. Этот разговор как раз люди, отвечающие за бизнес, за P&L, они понимают очень хорошо. Таким образом, в общем, до тех пор, пока вы относитесь и уважаете стратегию и долгосрочные планы, уважаете данные о людях, понимаете их ценность и научились их собирать, после этого это прямая дорога для того, чтобы иметь абсолютно другой качественный диалог с бизнесом о стоимости людей и их отдаче. Что такое точка безубыточности в отношении человека, в отношении кандидата, сотрудника? – Хороший вопрос. В принципе, человек, как любой актив, у него есть некая кривая создания стоимости, сначала он приходит в компанию, он пока отдаёт гораздо меньше, чем в него вложили или чем он стоит. – То есть, мы приняли человека, ведь многие считают, что когда человек принят на работу, он не стоит компании ничего, ведь это же не так. – Нет, во-первых, он стоит уже, даже до того, как он пришёл, он стоит, потому что есть расходы на его найм, а потом есть расходы и затраты, связанные с его обучением, и это не только прямые затраты на организацию обучения. – Ну, чтобы по-простому сказать, в момент прихода человека в компанию, в любую, компания уже с точки зрения этого ресурса… – Она уже понесла, она уже понесла какие-то расходы. – Она уже расходы понесла, и продолжая его адаптировать, принимать на работу, выдавать ему компьютер. – Кривая расходов идёт стремиться вниз, и вот когда он начинает уже что-то делать, только тогда начинает… Вот опять же, когда совокупные расходы на него составляют ноль с точки зрения его принесённой прибыли, вот как это всё считают? – Ровно как и с бизнесом, точка безубыточности – это когда совокупность расходов-расходов, она уравнивается доходом, который сотрудник принёс. – Поэтому вопрос о текучести, например, плохая она или хорошая, и называется какой-то процент, он в отсутствие каких-то… – Данных других. – Какого-то анализа о том, когда наступает эта точка безубыточности, он не имеет большого смысла. Конечно, можно стремиться интуитивно считать, что высокая текучесть – это вредно, но не всегда. Если удержание людей стоит дороже, то, возможно, и не стоит с этим бороться. – Смотри, какие уникальные вещи мы сегодня с тобой говорим, что вот даже… Я просто многомерное представление. Вот ты сейчас сказал вот такую вещь, которая на самом деле переворачивает вообще представление. Мы говорим, что надо… Вот понимаешь, все говорят о том, что вместо четырёх моделей мы все стараемся упихнуть всех нас в одну модель. Надо удерживать сотрудников, надо делать так, чтобы они развивались. А сколько это стоит? То есть, когда удержание сотрудников, ты сказал, что стоит дороже, привлечение нового, с учётом того, что проработав не столько, он уже покроет все свои расходы. Как повернуть сознание людей в эту сторону? – Только замеряй это всё, только данные. – Кто должен быть драйвером вот этой… Знаешь, мне сейчас, я вспоминаю scientific management господина Тейлора, ведь он же начал всё, он просто мерил там, его результат был, какой глубины лопаты даёт максимальную эффективность. То есть, мы возвращаемся к научному менеджменту. – Мы возвращаемся к информированному менеджменту, да, то есть, до тех пор, пока вы не можете что-то измерять, вы не можете это контролировать, да, то есть, и речь идёт сейчас о вещах, которые в остальных функциях уже давно делаются, да. То есть, это большая беда на самом деле. – Куда смотреть, кто пионер, IT? – Ну, маркетинг, финансы. – Маркетинг, финансы. То есть, на самом деле, в HR очень много заимствуется сейчас из маркетинга, потому что, в принципе, человек и кандидат, и сотрудник, он испытывает какое-то отношение к тому, что он делает, да, и это ровно то, что делают потребители услуг или продуктов, и поэтому многие вещи, HR-брендинг – очень хороший пример, когда HR-брендинг – это абсолютно следующее продолжение маркетинга в отношении там… – Когда директор слышит слова HR-директора, что неплохо было бы увеличить бюджет, HR-брендинг, у него начинает нервно подёргиваться глаз, потому что никто не знает, что это даёт компания, как это всё. Вот я тебе задам, знаешь, я сегодня сказал, что траур, да, давай забьём ещё один гвоздь туда. Я был поражён, когда ты мне сказал, что при развитии и подборе человека, при подборе человека существуют не только прямые, но и косвенные затраты. То есть косвенные, те, которых никто даже не задумывается, почему их не… То есть дай просто расскажи, что это такое. – Это пример жизни на самом деле, потому что когда мы пытаемся говорить с клиентом о качестве или об эффективности его какого-то процесса, мы возьмём тот же самый найм, это хороший пример. Например, есть задача борьбы с той самой текучестью. То есть это означает буквально, что нужно спрофилировать правильно сотрудников, то есть правильно искать их, правильно оценить те критерии, которые необходимы, определить те критерии, которые необходимо использовать при найме. И для этого, конечно, необходима оценка. Для ряда должностей это тестирование или опросники, какая-то оценка. Эта оценка, если это лицензионная технология, она наукоёмкая, она наверняка имеет, ну то есть она имеет чаще всего свою стоимость. Когда приходишь в HR, в HR к HR-руководителю и говоришь с ним об этом, он говорит, ну у меня нет бюджета на это. Он видит свой бюджет, у него есть бюджет на собственных людей, бюджет на кадровые агентства, бюджет на джорборды, ну и так далее. Но когда ему говоришь, ну окей, давайте использовать эту технологию оценки, она будет стоить вам, например, 500 рублей на человека или на нанятого, и будет приносить, наверное, вот такой результат на текучесть. Говорит, ну у меня нет в бюджете этого, потому что он не видит тех косвенных расходов, непрямых расходов. Что это такое косвенное расходы? Это время менеджмента прежде всего. Если мы исходим из того, что у сотрудника есть руководитель, то каждый руководитель тратит время, своё время на поиск и интеграцию любого нового человека. На развитие, на понимание человека. Дальше, это затраты на его обучение, это переплата его заработной платы, пока он получает, как все, но работает гораздо меньше, например. И это ещё несколько очень важных статей расходов. Можно посчитать, это вот в долях можно сравнить или в чём? Есть исследования, на самом деле, по-моему, в Walmart, поскольку мы очень следим за розницей, очень интересная для нас такая целевая аудитория. Walmart считал свои расходы, косвенные прямые расходы и считает их. И, кстати, в Walmart в HR аналитике только в одной работает порядка 70 человек. Это самая прибыльная для них область аналитики, по их заявлениям. И там количество внимания, которое Walmart уделяет, например, аналитике, оно огромное. Вот они считали, сколько соотношения, по их мнению, соотношения косвенных затрат к прямым, это примерно 1 к 10. То есть, условно говоря, стоимость или расходы, которые позволяют сократить косвенные расходы на найм, вы можете их использовать в параметре 1 к 10, вы всё равно будете выигрывать. Трансформируй, пожалуйста, в простую рекомендацию людям. Да. Для начала, если говорить о применении этого всего конкретно при найме, для начала нужно понимать профиль сотрудников, которого вы занимаетесь. Как обычно, это начинается с анализа бизнес-процессов. С анализа результативности. Не с описания должности. Да, да, да. С описания должности, стабильная. Не с разговора с менеджером, кто нам нужен. Скорее посмотреть на тех людей, которые сейчас уже работают, какую ценность они приносят и что это за люди. Я бы хотел здесь прям усилить этот момент. Ты знаешь, на самом деле, то, что ты сейчас говоришь, это разрыв шаблона. Разрыв шаблона у людей, вместо того, как происходит формирование вакансий. В лучшем случае, скачай такую же вакансию, как в HeadHunter. Или что там в нашем должностной инструкции написано? А ты говоришь другое. Посмотрите на людей, которые лучше всего работают. Оцените их, сделайте какую-то скоринг-модель простую. И берите только таких. Да, не всегда это возможно. Самое главное, это не глагол несовершенного вида. Это нужно делать всегда, периодически. Это не просто один раз определить. А нужно выстроить системы. Компания меняется. Компания меняется, меняется рынок труда. С какой-то частотой, хотя бы раз в полгода. Анализировать по самым ключевым аудиториям. Еще раз. Я говорю сейчас гораздо меньше о топ-менеджерах и о таком ручном найме. О таком индивидуальном найме. Если у вас есть несколько сотен или даже сотня сотрудников, работников, которые работают в одной профессии стандартной, там уже это можно применять. И нужно применять, и как-то циклично делать это достаточно регулярно. Итак, первое. Смотрим на лучших сотрудников, которые работают лучше. Да, а потом выстраиваете ваши процессы найма так, чтобы не пускать в эту воронку тех людей, которые существенно отличаются от этого профиля. При условии, что рынок этого позволяет. Не всегда ваше желание соответствует возможностями рынка. Ваше зарплатное предложение может быть не компетитив. Это другая история. То есть, но замеряя постоянно, замеряя как бы и свои затраты на привлечение людей и качество этого найма, и делая, и создавая систему мотивации для рекрутеров не только на прохождение испытательного срока, а на то, насколько наняты люди, они увеличили общую производительность, например. Все это можно достаточно легко применить. И самое главное, потом дисциплинированно следовать этому принципу в какое-то время, чтобы делать выводы. То есть, ну, примерно так. Ничего-ничего, ноу-брейнер, ничего-ничего особенного. Кстати, многие компании это делают все-таки. То есть, сказать, что этого не делает никто на рынке, что это абсолютный прорыв, такого нет. Конечно, в общей своей массе люди по-прежнему стандартно себя ведут, но компании, которые считают деньги, у которых есть правильный запрос от бизнеса, они вынуждены это делать уже сейчас. Давай такими крупными мазками пробежимся по тем еще функциям, которые в нашей лаборатории, вот мы в перчатках, в этих белых халатах, в шлемах. Что еще там рождается сейчас? Ну, слушайте, в HR очень много чего меняется. Во-первых, меняется отношение, ну, с приходом новых поколений людей меняются вообще многие постулаты, которые были священными коровами. Во-первых, HR-системы, HR-IT-системы, они стали гораздо более ориентированы на самих сотрудников, их руководителей, чем на специалистов. Когда, если 10 лет назад еще вы делали заказ на автоматизацию, то вы выставляли перед IT-консультантами профессионалов, которые заказывали систему под себя. Сейчас все системы ориентированы на активную работу в них самих сотрудников. Это отчасти связано с тем, что в нашу жизнь пришли мобильные приложения, смартфоны, и мы очень легко теперь работаем с технологиями, да, и это переносится все и в профессиональную среду. Отчасти это связано с тем, что появились люди, которые ожидают, я имею в виду, ну, эти самые новые поколения, которые на ты с технологиями, и они требуют просто, ну, как бы, управлять ими, используя старые подходы, это не очень эффективно. И сам принцип, сам скорость и скорость принятия решений и частота замеров, которые там, и каких-то интервенций, которые делают HR, это уходит от чего-то цикличного раз в год в сторону какого-то постоянного сбора данных, постоянной оценки. Очень хорошая история с, ну, две темы, наверное, самые горячие, самые интересные. Это все, что касается управления результативностью, то есть это уходит из истории ежегодной оценки в историю, скорее, многократных регулярных замеров поведения людей в организации. Не обязательно КПЭ, не обязательно тех результатов цифруемых, которые люди достигают, а скорее то, какие действия они совершают. Если это сейлз, то это не продажа, а скорее количество сделанных звонков. Конечно, это не прямая корреляция, но я имею в виду, что это может не привести к сделкам. Но в общем и целом, если вы замеряете производительность сейлзов, то, используя данные о количестве звонков, сделанных сейлзами, вы можете достаточно легко принимать решение о том, насколько люди производят и на что они тратят время. То есть в performance management происходят такие изменения, это скорее частые замеры и обратная связь в режиме реального времени. И очень большая тема, особенно на Западе сейчас, там, где есть уже много предложений на рынке автоматизации, это технологии, которые позволяют делать опыт людей в компании доступны другим. То есть как бы вот некое единое пространство знаний, которое сохраняется в компании, как находить знания, которые находятся в головах людей. Микролеунинг, краудсорсинг знаний, опыта и навыков внутри компании. Это всё достигается использованием или эксплуатированием вот этого принципа социальных сетей внутри компании. То есть как бы как заставить человека поделиться знаниями, при этом люди хотят и любят это делать на самом деле. Если вы дадите им удобные инструменты, то современные эти новые поколения, они готовы абсолютно это делать очень легко. Для этого не надо ничего геймифицировать, это работает натуральным образом. Вот в этих двух областях происходит очень большой шифт, конечно, очень большое изменение. Мы недавно, кстати сказать, были учредителями или соучредителями премии «Цифровой HR» в рамках национальной премии «Хитхантер» и «Чарбренд». И знаете, я поразился тому, что сначала у нас было 30 претендентов, порядка 30 компаний. Потом, когда мы сделали некую систему отбора, в итоге в шутлист попали 5. Из них не было ни одной очень крупной, богатой компании. Это были компании достаточно небольшого размера. Для которых эффективно считается «Мастхэм». Именно потому, что, с одной стороны, были компании с относительно молодым персоналом, с этими новыми поколениями людей, Y, Z, которые уже сейчас над их технологиями. С другой стороны, они выделили те небольшие ресурсы, которые у них были, на правильные вещи. Как раз на быстрое обучение людей, на помощь им в интеграции в компаниях, на поиск нужных знаний и навыков у своих коллег. И сделали это легко, в очень правильном режиме. Более того, эти пилоты, которые в России имели место в некоторых случаях, стали глобальной инициативой, переросли. Телекомпания использует это еще и в других своих филиалах. Спасибо тебе большое. В оставшиеся 2-3 минуты… А это вот столько времени уже… Да, видишь, как быстро все пролетает. Я бы хотел попросить тебя очень простую вещь сделать. Скажи, пожалуйста, на мой взгляд, важнейший вывод нашей сегодняшней программы для собственника. То есть, собственника – это человек, который разговаривает языком цифр. Я бы хотел, чтобы ты провел прямую связь между влиянием HR на конечный результат деятельности компании. Ведь это же на самом деле так. Именно HR помогает компании быть более прибыльной. Я бы так сказал. HR на разных уровнях выполняет разную роль. То есть, на разных уровнях ответственности, что ли, выполняет разную роль. Конечно, поскольку HR – обслуживающая роль, то есть, обслуживающая функция, есть большое количество запросов, которые HR обязан выполнять в отношении как руководителей, как работников, так и их менеджеров. И есть другие внутренние клиенты у HR. Это P&L ответственные люди. Это люди, у которых есть подчиненные. Это собственники, члены правления и даже собственники компании. И отдать один ответ на то, что HR значит в компании, очень сложно. Но абсолютно точно надо понимать, что HR ориентирован и должен иметь своего клиента. То есть, правильно очень выстраивать организации под клиента. HR – организация под внутреннего клиента. Это на каком-то уровне будет SEO или акционер, на каком-то уровне будет P&L ответственные руководители, или на каком-то уровне это будут менеджеры, которые имеют подчиненных и даже сотрудники, такая некая многоуровневая система. Это очень важно понимать. Если говорить о том HR современном, который управляет капиталом, то, конечно, это управление экономикой труда. И есть та самая большая ценность, которую дает HR. Потому что все остальное, на самом деле, все HR-процессы, скорее всего, это удел линейных менеджеров сейчас. Уже все понимают, что HR создает инструменты, которые потом используют руководители. С этим уже никто не спорит. Время консильерий, HR-ов консильерий, которые советуют руководителям о том, что и как им делать в HR, оно не то чтобы совсем ушло, но оно смещается в сторону систем, процессов, которые внедряют люди для линейного менеджмента. Большое тебе спасибо. Я получил истинное удовольствие. Я надеюсь, что наши зрители задумаются о том, что же все-таки такое данные и как на основании этих данных необходимо строить систему управления. Самый последний вопрос в оставшиеся 10 секунд. Что для тебя, значит, данные, и ты используешь их в своей жизни? Да, я это использую регулярно как потребитель теперь. Ну, реально. Я каждый день загружаю несколько приложений, где собираются данные обо мне, и я больше, более того, сам принимаю решения. Прежде всего в области финансов, потому что финансов не хватает личных, но не только там. И мы, конечно, пытаемся очень активно у себя в компании, в моем дивизионе использовать данные. И как при найме, так и при управлении другими процессами. И стек технологий, которые мы используем, собственных и лицензионных, он растет с каждым месяцем, я бы сказал даже. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. С нами был Дмитрий Прохоренко, директор дивизиона HR-сервисов компании EBS. Будьте к нему готовы. До следующей встречи. Пока!